набивка не разбив всем привет вы смотрите канал боевые ботаники единоборство это боль друзья сегодня мы поговорим о том как ее уменьшить если этого вообще возможно все мы будем говорить с виталием дунцом виталик привет о набивке в тайском боксе я думаю что это пригодится не только в тайском боксе ассистировать виталию будет анвар у нас уже был выпуск про набивку и не один на самом деле последнее было с вячеславом борщовым где мы выяснили что в общем то специально набивать себя всякими тяжелыми предметами там трубами бутылками деревьями березками не очень разумно и логично но виталик не сказал что тайцы на самом деле все таки стучат ногами по деревьям правда не по тем деревьям о которых вы возможно подумали давайте мы сейчас передадим слово виталию как набиваются тайцы как набиваешься ты и сегодня мы покажем все самые полезные упражнения меньше слов больше дела друзья ну самый распространенный вопрос когда ко мне приходят новички приезжают как набить голень чтобы бить не больно самый распространенный миф что тайцы набиваются о пальмовые деревья нет не а пальмовые деревья а банановые деревья банановые деревья там структура пористая и она гораздо мягче чем кость человек это не те деревья которые растут у вас во дворе набиваются они многократными, сотни ударов в день об лапы и мешки. Каждый день тайцы бьют сотни ударов по падам, по мешкам, живут в лагерях, занимаются два раза в день. Господа, сейчас мы вернемся к Анвару Витальку, который продолжит укреплять свои тела. А сейчас несколько слов о том, как наши тела расслаблять. Мои любимые бани в Петербурге – Ботининские бани. Я лично был в трех из пяти бани этой сети. Вот здесь вот на Александра Матросова 20, у меня даже есть фоточка в Инстаграме из времен моей бурной молодости, на Шелгунова и в круглых банях, конечно же, на Площади Мужества. Чем лично мне нравятся Ботининские бани, тем, что здесь сочетается с одной стороны, не побоюсь вот этого высокопарного выражения, традиции парного искусства, и классный сервис. Кстати, если вы хотите выпуск о том, как правильно париться, как использовать баню для целей спорта, физкультуры, как восстанавливаться после тренировок, или как гонять вес с помощью бани, пишите ваши заявки в комментариях. Я думаю, что такой выпуск мы обязательно сделаем, а может быть даже и не один. В общем, всем петербуржцам и гостям нашего города я настоятельно советую Ботининские бани. Ссылка в описании. Потому что, да, друзья, париться с пивком и девочками может каждый. Попробуйте-ка сделать это с чайком и веничками. А в бассейн-то можно? Да, да, обязательно. Ребят, очень многим новичкам больно, больно наносить удары по мешкам. Даже они подходят, легко бьют, и им больно. Отрабатывают удары тоже неправильно, им больно. Поэтому не нужно стесняться, можно одеть футы, накладки, чтобы расслаблять ногу, отпускать. На начальном этапе это нормально, ничего тут смешного нет. В конце каждой тренировки можно легко подходить, легко бить, бить, и примерно к 20-му, там, к 30-му уже стараться отпускать ногу, отпускать, расслаблять. И... И набивать. Со временем вам эта боль станет привычной. Поначалу, когда вас никогда не били, когда вы никогда этими местами не били, попадаешь, все, для вас это стресс. Со временем это становится для вас обычным состоянием. Все, и вы воспринимаете эту боль уже как что-то знакомое и нормальное. О набивке голени понятно. Сейчас мы с Анваром покажем, как же набивать тело. Потому что кости это одно, а мышечная масса это совсем другое. Происходит все немножко по-другому. Ребят, за счет чего происходит набивка мышц? За счет повреждения мышечных волокон. Мы сейчас этим займемся. Начнем с ног и будем подниматься выше и выше. Начнем банально. Сначала по два удара. Внутренний, внешний. Постоянно вы меняете ногу. Раз, два. Теперь я поменял стойку, Анвар тоже поменял стойку, внутренний, внешний. Да, потому что многие не меняют стойку и набивают только внутренний, внешний, внешний. А дальнюю, внутреннюю не набивают. Поэтому я бы посоветовал менять ноги. Дальше. Когда вы таким образом набиваетесь, вы постоянно готовы. Вы напрягаете ногу, вы напрягаете ногу. Вы знаете, куда вам прилетит удар. Да, так тоже вы должны набивать. Порой вы должны специально напрячь ногу, пожертвовать, пойти на удар, Чтобы зайти туда рукой Теперь мы будем набивать, когда присутствует момент неожиданности Вот это очень важно Часто в бою прилетает, когда вы совсем не ожидаете И по тем местам, которые вы обычно даже не набиваете По задней части бедра Например, мы начинаем просто двигаться И ты мне любой лоу-кик, любой, в любую ногу Один, один, пам, да, я, пам, ты мне, да-да-да И сразу не спим, руки стараемся контролировать, технично бьем Часто еще ошибка, когда руки опустили и вот так стоят Зачем? Если можно сразу убивать двух зайцев Оттачивать свою технику и набивать нужные части тела Поэтому я бы посоветовал стоять в стойке И бить лоу-кик, уже правильно заходить Смещая синие атаки и так далее Все, набиваем Он не знает, в какую ногу я ударю Присутствует момент неожиданности Пам, 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 пам Да, все как в реальном бою После этого поднимаемся выше Начинаем набивать корпус Потому что часто тоже прихваты Понятно, что по технике летит мидл-кик Вам надо сместиться в сторону, погасить удар Но далеко не всегда получается успеть сместиться в сторону И часто вам приходится принять этот удар Поэтому локти убираем, все острые углы убираем Потому что это партнер, которого нужно беречь Чтобы он об вас не разбился И начинаем набиваться Тоже помним о технике Понятно После этого мы начинаем опускать руки И набивать руки Для чего набивать руки? Потому что когда летят удары в голову Лучше всего на себя не принимать Проваливать Но опять же часто приходится принять где-то на себя И вместо головы подставить именно руки И если они не набиты Они очень быстро отсушиваются И потом вы просто этими руками не можете бить Начинаем бить в голову Я подставляю просто вот эти вот части Бицепсы, плечи Давай еще раз Да-да-да, не в голову, а в плечи Да, острые углы спрятали Понятно, что все с умом постепенно Если вы совсем новичок, значит соответственно и бьем Дальше переходим на переднюю часть Пресс Пресс можно понабивать Туда можно позаходить коленом Допустим мы обнялись, руки поставили Сейчас не клинч, а просто руки положили друг на друга И допустим три удара коленом Можно классический ПА-ПА-М Можно от себя ПА-М И можно сбоку ТА-М Все, и любой удар он мне из этих набрасывает Терпим и чувствуем насколько неприятны и острые удары колена После этого можно разорвать дистанцию и ногой друг друга потолкать Шу-шу-шу-шу-вот так качаем пресс набиваем пресс тем самым мы укрепляем стенки живота и терпим потом хороший удар нам нужно добиться того чтобы мы к этим ударам относились нормально чтобы для нас не было это стрессом как вы советский справляетесь со стрессом водка произвольная работа практически произвольно мы убираем острые углы раскрываемся и бьем по одному удару ногой либо комбинацию рукой комбинацию рукой я ударил он ударил любовь либо я ногой все уже опять же присутствует момент неожиданности вот так и не забываем про технику не забываем про технику ребят вы должны заниматься набивкой не разбивкой то есть все в меру мы уже с анваром примерно знаем на что мы способны и где наш предел многие сцепят зубы потерпят потом две недели я их в зале не вижу мажется троксивозина набивка не разбивка не стесняйтесь разговаривать со своим партнером нам надо поговорить игорь игорь если где-то чувствуете уже слишком больно скажите ему боль должна такая быть просто неприятный если не вам неприятно все этого достаточно если вы уже опытный спортсмен где-то уже ваши волокна готовы где-то уже можно и потерпеть ребят помимо рук вам еще нужно набивать предплечь но предплечье если он будет не бить ногами он может себе разбить ноги об моей кости об моей предплечь поэтому лучше бить руками по рукам он делает такой да можно так сделать может такой доме как будто в домике я начинаю потихоньку наносить удары локтями предплечье минус стараться вот этим острием локтя и начинаю набиваться об него и мне неприятно и ему неприятно или нормально приятно но если приятно то ты говори я буду жестко да и жестко руки слышал слово жене все так минуту полторы один поменялись минуту полторы второй тоже без фанатизма все в меру опять же набивка не разбивка ребят важно еще мимика лица я не раз говорил это уже мимика лица вы еще должны помимо того что закалять свое тело вы должны закалять свой дух не показывать анвар бьет там какие-то удары бишь вы не должны показывать свою слабость только я покажу что все у него второе дыхание появилось и тут вам будет нехорошо поэтому мимика лица старайтесь не показ для этого есть помимо набивки куча разных упражнений допустим поза всадника берете гантелью сели и стоим 2-3 минуты нога уже начинает трястись но по лицу должно быть непонятно может вы еще готовы две минуты а может все вы на пределе поэтому это тоже очень важно закалять свой дух либо в домашних условиях если нету партнера ринга ничего нет в домашних условиях утром проснулись ковшик холодной воды ледяной в зеркало смотрите и выливаете его на себя и не должен ни один мускул на лице содрогнуться у нас был один герой макс иванов он говорил что не то что тебя должно быть непроницаемый лицо да что ты не должен показывать тебе больно что тебе страшно тем более но наоборот он улыбайся тебя бьют я очень больно ты улыбнись это еще больше пугает соперника блин что за морально его ломаешь ты анвар белу кик бей и иду на нее все думает ничего себе так зашло нормально блин чё с ним делать ребят сейчас покажем вам несколько вариантов для отлично заходят на общих тренировках просто опять же закалять свое тело закалять свой дух секунд десять я его бью в углу потом оп хлопок тренера смена он меня 10 итак подхода 3 4 поехали и при этом кто бьет стараемся руки возвращать голове и бить с аквала сменяемся он теперь и подходи отходи на ногах двигайся вперед назад вот так вот так давай 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 вместе работа еще еще вот смена смена второй вариант ложимся обнимаемся и определяемся кто кого будет быть по животу первым допустим адвар будет бить первым и так делаем 20 раз на одну сторону 20 раз на другую поехали давай а если он не может прераскочать помогаем ему тащим за двоих шу шу еще шу 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 оп шу шу красавчик дальше следующая набивка как делают в таиланде часто концовка раунда то есть он раунд отбомбил руки локти колени ноги после этого оп 20 секунд набивка там или 30 колено шу и пам принял удар колено принял дар от коля принял от коля вы должны быть готовы что если вы зашли коленом это ближний бой тут же может последовать и колено противник поэтому он зашел колено и тут же уже готов сам принимать удар чтобы вы постоянно находились таком напряженном собранном состоянии еще один вариант набивки из таиланда они делают кроссфит один там гантели другой канаты а третий садится качает пресс и мастер его бьет поехали так целый раунд это тебе за межстилевые спарринги ребят если у вас нету такого замечательного партнера вы сами но у вас должен быть мяч даже футбольный баскетбольный но в идеале чтобы это был медбол можно какой-то мешок песком просто набить мяч положитесь именно прессом и начинайте сначала накатывать накатываться мяч просто у меня не очень удачный накатываться можно вперед назад и потом начинать сами дозируем сами дозируем нагрузку не больно начинаем сильнее об него все это имитация удара вас в перчатках бьют по животу вы привыкайте к этим ощущениям чтобы потом напрягаться вовремя и держать эти удары все немножко прочувствовал но слабовато мне бы потверже чем дальше очень классное упражнение мне очень оно нравилось алмазный кулак мы его называли нужно это делать на твердой поверхности тут татами поэтому мне в помощь блин вы становитесь на понятно на две костяшки потому что они анатомически гораздо прочнее чем эти две становимся и один раунд просто с руки на руку возвращаем голове при представляем что вы наносите удар о плечо все вставлять о спину доворачиваем плечо вставлять все и так вот один раунд поверьте не очень приятные ощущения помимо того что закаляются ваши кулаки ваша конструкция становится жестче ваши суставы связки мышцы укрепляются чтобы потом при ударе ваша конструкция не ломалась или кисть или локоть или плечо где-то все это становится жестче все вот так вот веселье начинаем потом добавлять наращивать темп там с плечом с корпуса один рам 2 минуты достаточно работает все тело ноги спина пресс руки да и голове как будто и на наш начал на трик оттяжки на 2 дай голове к лицу чувствуется нагрузка я таким образом привыкаешь чувствуешь как начинает играть руки вот вот здесь вот как раз мышцы стабилизатор да ребят попробуйте упражнение 5 конструкция вся эта жесткая становится для ваших мощных ударов чтобы руки потом были как лома мы взяли и пробили голову самый безответственно канал пройденоборство с такими советами пробуйте ребят и рождь и друг друга ну что за главное в набивке это умеренность держите это в голове и тогда вы будете готовы к любым ударам в том числе ударом судьбы и не нанесете себе травмы подписывайтесь на самый разумный самый вдумчивый самый гуманный канал пройденоборство боевой ботаники ставьте нам лайки и пишите какие темы с виталием и санваром вы хотите еще увидеть на нашем канале все всем спасибо всем пока подписан наш инстаграм адьес бесит герой когда думаешь и каждый должен хлопать это короткий был хлопаешь он так начать скоростного тоже и так пять раз мы начинались если вы любите единоборство и боевое искусство подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик чтобы не пропустить новые выпуски советую вам посмотреть и другие наши видео в описании этого ролика на youtube вы найдете ссылки на лучшие плейлисты боевых ботаников и другую полезную информацию а эксклюзивные кадры со съемок и закулисная жизнь ведущих канала только в нашем инстаграме